здравствуйте сегодня хочу вам похвастаться результатами обросших красивых композиций и показать наиболее лучшие удавшиеся варианты сочетания обыкновенных растений которые можно легко найти и возможно они у вас даже есть вот такие сочетания самые удачные и когда они хорошо чувствуют хорошо нарастают и выглядят красиво и так первое место у меня в этом году занимает коллизия конгеста посмотрите как она смотрится в композициях вот эти мощные косы с бантиками как я их называю но посмотрите на натуральные косички и бантики вот эти макушки побегов ну бантики натуральные как девчонкам завязывают косички вот очень мощно нарастает пышет хорошо прям пышница смотрите как ветвится из горшка очень хорошо особенно когда горшок просторный от 3-4 литров то этой коллизии прям все все нравится и вот удачненько сочетается она с колиусом вот колиус сорт гайзделайт с синими прожилками и конгеста синими прожилками колиус растет вверх коллизия спускает свои плети вниз удачно сочетается конгеста и с альтернатерой яркая альтернатера дает такое красивое красочное пятно а коллизия вниз спускает вот эту вот юбку ее можно подрезать а можно не подрезать то есть и так и так будет хорошо на ваш вкус также хорошо смотрится коллизия с крокодильчиком ну это пилея мунлей валий пилея и тоже они неплохо смотрятся но но есть одно но вот эта пилея медленно растет получается она медленнее чем коллизия поэтому коллизия норовит ее захлестнуть вот по свои побеги тянет на пилею и как будто хочет ее закрыть поэтому нужно здесь приложить руку и убирать вот эти агрессивную такую коллизию в этом случае чтобы она не наползала на пилею но вот мне сама коллизия конгеста очень в этом случае нравится вот очень она хорошо пышно растет но получается самый удачный вариант этой коллизии это с колиусом колиус будет крупная он тоже быстро растущий и коллизия вниз свои плети спускает и сила роста у них одновременно неплохо вторым местом занимает альтернатера ну и третье место с пилея и есть еще один вариант о котором я вам чуть не забыла сказать это сочетание коллизии конгеста и ипомея батат это тоже одно из удачных сочетаний ипомея пурпурная резная и коллизия ипомея также быстро нарастает единственный ее недостаток она со временем будет куда-то в одну сторону свисать потому что это тоже такая ну полуампель так вот она немножко как бы поползет в сторону и будет разваливаться со временем ну а пока смотрится очень даже неплохо ну возможно ее нужно будет просто прищепнуть ограничить в росте чтобы она именно пушилась чтобы она формировала пышный кустик а коллизия свободно свисала и тогда получается очень очень интересно итак вторым номером фаворитом из всех композиций выступает сочетание альтернатеры и зебрины зебрина violet hill это очень яркое сочное сочетание альтернатера такая на хорошем освещении становится яркая оранжево-розовая такая зеленая ну в общем яркое хорошее красивое пятно а юбка у нее подбита вот такой вот фиолетовой зебриной violet hill очень очень интересное сочетание просто прям лучше всех скажем так это яркое сочетание по силе роста они одинаковы то есть и альтернатера хорошо нарастает и зебринка хорошо нарастает требования по освещению питанию увлажнению у них практически одинаковы и поэтому это равноценные партнеры в композиции и выглядят очень эффектно ну и третье место занимают две традисканции коллизия пинг-пантер в центре и rainbow hill зебринка ну это родня вообще традисканции поэтому они равноценные растения но обе они так ну средненько нарастают и не быстро и немедленно так вполне себе но за традисканциями нужен глаз-до-глаз чтобы вот они друг в друга не вплетались поэтому вот эти побеги нужно будет сейчас отсюда удалить традисканцию хорошенько отогнуть чтобы она не забредала сюда в заросли мелкой коллизии здесь сочетается неплохо мелкий лист крупный лист зелень и розовость и на rainbow hill тоже есть розовость а уж pink panther она уж однозначно розово-фиолетовая такая тоже очень интересное сочетание требования по освещению питанию увлажнению температуре у них одинаковые и поэтому это такое партнерское сочетание которое ну неплохо выигрышно будет расти развиваться не не доставить нам вообще практически никаких проблем ну вот самый неудачный на мой взгляд вариант это когда используется колиус тем более колиус такой сильно рослый сочетании зебриной зебрина rainbow hill традисканция по-другому она опаздывает в росте от колиуса то есть этот колиус нужно очень сильно угнетать либо либо использовать совсем другого сорта колиус ну вот в данном случае это композиция явно не получилось поэтому она занимает почетное последнее самое крайнее место то есть это пример как следующем году я делать не буду этот колиус мне очень нравится это васаби сорт он очень эффектный такой салатовый с красивой резной листвой с бахромой но его нужно было бы сочетать наверное все-таки с конгестой потому что она такая же сильно рослая крупные у нее листья это было бы замечательно а вот это зебринка она опаздывает поэтому колиус здесь выбивается вперед и немножко тянет все на себя но это не последние композиции которые у меня есть есть еще заказные а кстати очень красивые композиции были уже проданы самые красивые композиции самые удачные сочетания получается вот у меня сейчас забирают это зебрина фиолетовая и колиус очень красиво получилось так еще одно очень удачное сочетание это коллизия конгеста коллизия конгеста ну прям напоминает она косы и с бантиками и альтернатера и еще одно супер удачное сочетание это зебрина вайлет хилл и вот такой вот желтенький колиус даппер даун сорт вот этот вот просится вот так прищипнуть его ну представим что он прищипнутый и аккуратненькая шапочка желто-зеленая и вайлет хилл ну супер супер просто сочетание так еще спрашивали как сочетать хлорофит он к чему-то добавлять вот тоже получилась удачная добавка здесь у нас и помея батат вот это с зелеными пятнами такие у нее зеленые пятна больше дальше больше это просто фиолетовая и будет с хлорофитумом сочетаться и другое сочетание такая помея батат тоже разные сорта и хлорофитум тоже он даст обязательно даст эту стрелочку и будет суперски вот такое сочетание тоже очень красивая это колиус бонни голд и желтенький вербеник монетчатый очень удачно очень удачно вербеник желтенький бонни голд он тоже желтенький вот с такой вот красивой оторочкой коричневой как будто прошивочка такая и чем больше его подщипываешь тем больше макушечек образуется и такая мозаика листвы складывается вот поэтому я еще эту композицию формирую и формирую это на заказ поэтому времени у меня еще достаточно до сдачи так сказать работы еще все в процессе вербеник нарастает колеус я угнетаю таким вот подщипыванием стимулирую его образовывать вот такие макушечки и получится у нас по итогу очень очень даже красиво вербеник если где-то есть прорехи вот вербеник можно вот так вот веточку укладывать по кругу раскладываем прикапываем и он укореняется и тем самым мы увеличиваем юбочку пышнее она будет ну а вниз он всегда успеет отрасти растет очень хорошо и быстро ну а вот вариант когда мы колеус помладше берем используем колеус более младшего возраста а вербеник смотрите он самостоятельно вот так заплетает все ковром укладывается по площади горшка и конечно такая юбка уже будет более пышно пышно видите сразу много-много побегов выходит вербеник растет быстро только стоит ему укорениться вот этой веточки дать корешочек зацепиться за землю и все и он уже дальше быстренько пошел поэтому в данном случае доктор ву такой вот оранжевая желто-оранжевой к такой каемкой и вербеник желтый тоже очень даже гармонирует но здесь колеус был помладше черенок не нарощенное большого растения именно череночек поэтому вербенику здесь достается света больше и растут они более удачно одновременно самое красивое сочетание я считаю когда бордо колеус это сорт марунед и серебристая дихондра дихондра кстати неплохо разрастается мне описали что внутри три растения на горшок это мало да вполне себе достаточно просто я так же делаю первоначально боковые побеги раскладываю по горшку не даю им спускаться вниз а дальше они укореняются дают вот боковые свои побеги и все это одновременно будет спал сползать сюда за край горшка и будет давать больше такой вот большую юбку густую спускаться таким каскадом одновременным водопадом ну а сочетание конечно очень эффектно колеус абсолютно такой однотонный темно-бордовый и серебро прям чистое серебро дихондра будет очень очень красиво но эта композиция еще в процессе она еще тоже у меня щиплется колеусу я не даю сильно вырастать его листики от этого мельчают побегов все больше и больше но листики по размеру меньше и поэтому будет более так гармонично смотреться композиция делается все очень просто все макушки просто сощипываются в одинаковый уровень и чем больше мы выщипываем макушек тем больше их же и образуется тем самым снижаем мы шапочку где нужно вот эти можно два не щип не щипать а только следующий раз пощипать они чуть-чуть поднимутся и займут вот здесь вот пространстве такой вот ямка здесь небольшая поэтому они вырастут займут в этом пространстве место ну прелесть же прелесть красота здесь еще у меня есть ипомея трехцветная но она просто соло здесь без ничего и вот ипомея зелененькая и фиолетовая зеленая кленовый листик но она развивается более медленно а фиолетовая конечно гораздо пышнее колеус и трейлинги очень выигрышно смотрятся в подвесных кашпо посмотрите трейлинг фучолеус мы просто создан создан для совместного партнерства с ипомеями посмотрите здесь форма листа и сердцелистная у колеуса и сердцелистная ипомея просто прекрасно гармонирует и расцветка у колеуса подобающая то есть очень интересно получается даже если композиция такая более-менее однобокая то все равно этой картины не портит а придает только загадочности какой-то у колеуса появляются такие побеги спортивные просто зелененький побег или вот как здесь листья прям наполовину мазок полностью практически вот на пол на пол листа очень интересно сам он спортит и совместно с ипомеей такая вот интересненькая композиция сила роста у них несколько разная потому что колеус был взят такой разросшийся экземплярчик ну а ипомея просто был череночек но если взять более такие одновозрастные растения то будет и по силе роста по развитию растения будут одинаковые и это будет очень хорошо выигрышно смотреться еще хочу вам показать несколько растений которые смотрятся неплохо соло сами по себе в подвесных горшочках ну прежде всего хочу отметить это изолепис он уже весь в цветочках кочка ну натуральная кочка вот шикарный и он хорошо вот так вот вот эти вот фонтанчик такой хорошенький и стоят кверху эти веточки листики когда он хорошо напитанный водой вот он прям когда тяжелый тяжелый горшок тогда вот он вот такой весь пушистенький весь прямо а когда он подсыхает вот он вниз немножко веточки у него вот эти листья веточки вниз опускаются вот такая вот штука ну прям фонтан так же красиво смотрится просто отдельно сама по себе традисканция вайлет хилл дебрина вайлет хилл просто такое вот пятно где-то вот среди других растений пятно такое фиолетовое яркое сочное так же хорошо смотрятся некоторые пилеи вот в данном случае вот такая вот интересная пилейка очень-очень мелкая вот просто такие косички с очень мелкими листиками и очень плотная прям шапочка ну конечно почвы здесь не видно эта пилея оказалась такая устойчивая к жаре к солнцу к ветру ну прекрасно нарастает в плоском небольшой такой плоский горшочек который она полностью полностью заплетает и гораздо лучше она устойчивее чем вот такая вот это пиперомия пиперомия по-моему да она не годится она плохо переносит жару плохо переносит полив сверху солнце ну в общем вот этот вариант конечно он у меня не получился то есть три растения все плохо себя чувствуют гораздо лучше вот это пилеечка ну и сама по себе просто коллизия конгеста тоже неплоха тоже неплоха потому что она ну пересади я ее в побольше горшок здесь вообще 0,8 литра то есть совсем малышня горшочек ну а само по себе растение монументальное мы видим это по композициям когда им свободно расти место предоставлено хорошее то эти растения все-таки более крупные пышные и я думаю что надо было бы мне предоставить вот этому растению ну горшок как минимум литра 2-3 и тогда бы я увидела ее во всей красе потому что и ветвица она тоже прекрасна и косы пускает и заполняет поверхность хорошо отдельно вот такой вот суккулентик честно говоря я не знаю его название вот кто даже знает напишите мне что это такое какой-то очеток или как что это такое не знаю ну вот такая вот штучка бело-розовая такая интересная но название я не знаю я смотрю что она устойчива также к ветру к дождю будет к солнышку неплохо вообще себя чувствует и горшок кстати ей тоже можно давать немножко побольше вот здесь вот у меня еще несколько пилеечек таких вот висячих вот заполняют очень хорошо поверхность прям смотрите как хорошо ветвятся и пускают такие вот усики ну и конечно зебрины зебрины сами по себе вот rainbow hill вот такая вот кочечка шапочка наросла зебрины не требовательны к объему почвы которые могут вот смотрите 0,8 литра и какая пышненькая шапочка просто пышнючая если дать ей горшок конечно побольше поплоше то есть поплоше не худший а именно плоский то будет я думаю неплохо ну и конечно самые эффектные это мелколистные коллизии вот зеленая или розовая розовая вот у меня есть более молодой экземпляр уже очень быстро заполнила она горшочек смотрите всю поверхность заплела и начинает уже выпадать из этой из границ горшочка и заполнять такой собой готовить шар очень-очень так плотненько коротенький междоузли нарастает такой шапочкой плотненькой так ну и зеленую мы уже с вами видели в отдельном прям совсем в отдельном ролике нарастает она очень быстро гораздо быстрее чем розовая ну и вот это розовая самая такая моя большая вот она какая шапка уже плотная уже скоро совсем не будет видно горшочка такие вот красавицы белые белые зебрины ну не все годятся вот эта зебринка я точно название сейчас вам не скажу вот такая тоже плотная куртиночка и дает такие побеги выдвигающиеся но есть у меня еще один сорт белый вот а это растет всегда ну так медленно так такие коротенькие у нее стебельки и совсем не годится она для таких вот ни композиций ну и одиночно она растет туговато это все-таки совсем другой сорт она дает такую розовинку на листиках на хорошем солнце на открытом и ну очень она такая медленно растущая сила монтана тоже неплохо совсем неплохо причем она в одиночестве она начинает даже ветвиться получше и давать вот такие побеги вариегатные и зеленые побеги и вариегатные и все это вот одного сорта вот начинает аквариегатить на хорошем солнышке но ее нельзя поливать чтобы на нее капли попадали потому что видите какие пятнышки появляются и она вся такая пушистая она более засухоустойчивая и светолюбивая на свету на хорошем она ветвится неплохо но для композиции я ее не использовала только лишь вот так в одиночной посадке то есть вообще посмотреть как она как она будет себя вести можно ли ее с чем-то сочетать или использовать только в одиночестве ну и пока из всех таких традисканций мне конечно больше всех больше всех понравилась конгеста которую можно использовать и одиночно и сочетать с чем-то и сочетать с более крупными растениями такими более сильными и вот видите она даже здесь вот около горшка дает много побегов боковых и такой плотной шапкой становится и вот эти вот косы ну просто прям с бантиками косы с бантиками ну вот друзья рассказала вам свои самые лучшие композиции самую худшую показала пожалуйста учитывайте особенности роста растений их требования и в композицию нужно включать растения которые одинаковые имеют требования во-первых к освещению к увлажненности и к объему почи в котором им хорошо произрастать потому что вот как я вам показала если конгесту выращивать в очень маленьком горшочке то ей плохо она очень быстро пересыхает и от этого она то растет то не растет то есть вот ну облезленькая а если она в более крупном горшке ей там хватает влаги место достаточно развиваться то она прям хорошо развивается это крупное растение в то же время мелколистные коллизии зеленая и розовая хорошо развиваются в небольших горшках плотненьких заплетают их очень плотной такой шапочкой и прям там не видно не видно вообще место в то же время между собой две традисканции вот эта коллизия pink panther и rainbow hill более крупнолистная тоже хорошо сочетаются то есть учитывайте требования растений а сочетать можно несочетаемое главное чтобы оба растения не угнетали друг друга ну а как бы были партнерами и все будет замечательно всего вам доброго и удачных красивых вам композиций и здесь не придется как в не и не recuerden не и серь от